Всем добрый день, у нас уже ровно начало время эфира, давайте одну минутку подождем, мы пока представимся, объявим вам тему. У нас сегодня будет очень интересный эфир, посвященный оригинальным и неоригинальным запчастям, тема, я думаю, актуальная для многих, по той причине, что порой кажется, что разницы, возможно, нету никакой, да, и там может даже показаться, что неоригинальные запчасти финансово более выгодны, но это не так, это не так, и мы сегодня буквально на нескольких примерах начнем вас знакомить с этой темой. Следите, пожалуйста, в любом случае за нашими страницами в Instagram, Facebook, потому что у нас накоплен колоссальный, я бы сказала, опыт по таким неприятным случаям, когда были использованы неоригинальные запчасти, и это в дальнейшем привело к очень-очень печальным последствиям, очень большим финансовым затратам у наших клиентов, мы с вами хотим поделиться этими случаями. Показать их, чтобы вы действительно понимали, какие могут быть последствия. Еще раз добрый день, доброе утро, с вами сегодня в качестве модератора эфира буду я, Виктория Фомина, менеджер по маркетингу Volvo Construction Equipment, и наш с вами первый спикер Александр Штин, международный технический эксперт компании Volvo Construction Equipment. Александр сегодня начнет со примера, со случая, который у нас был в России, правильно, Саша? Да, в первую очередь здравствуйте, тех, с кем еще не здоровались, кто только что подсоединился, и от меня, давайте сегодня будет случай традиционно от меня по экскаваторам, Проблема была на экскаваторе EC750, причем проблема случилась даже в гарантийный период, от клиента была жалоба, потеря мощности двигателя, и впоследствии двигатель абсолютно перестал запускаться. При диагностике механики выявили потерю компрессии в цилиндрах через техтул, и, соответственно, было принято решение начинать разборку двигателя, то есть в потере компрессии необходимо уже действие по выявлению причины именно по разборке двигателя. И в процессе разборки были выявлены загрязнения в системы впуска воздуха, то есть присутствовала грязь в воздухопроводах, то есть вот у нас впускной коллектор, тут тоже присутствует, прямо можно сказать, песок. Естественно, при снятии головки блока в камере сгорания, то есть увидели вот такую выработку, в общем-то, что и было причиной потери компрессии в цилиндрах двигателя. Ну, а первой причиной была установка неоригинального фильтра, а воздушного фильтра, ну, точнее, воздушных фильтров. И, в принципе, даже, ну, на это сначала не обратили внимания, проблема была в том, что фильтры садились не совсем плотно, как положено. И при определенных условиях попадала грязь в впускной коллектор, что, в свою очередь, и привело к вот такому выходу из строя двигателя. На машине было чуть меньше 6000 моточасов, то есть машина еще даже года не отработала. И, к сожалению, вот такая проблема была выявлена. И, ну, само собой понятно, что в гарантийном ремонте клиенту было отказано. То есть можно сказать, вот он вам пример установки неподходящего воздушного фильтра или неподходящей запчасти, которая повлекла за собой выход из строя всего компонента. То есть пришлось перебирать двигатель. Ну, я думаю, сегодня у нас в процессе эфира про установку... Таша, а что ты говоришь за? Какая это была модель экскаватора? 750, EC750D. То есть наш 75-тонный экскаватор. Так как машина еще работала, ну, естественно, в карьере, в запыленных условиях, да, то пыли было много, соответственно, она попадала в двигатель и привела к полной переборке двигателя. То есть вот это реальный пример из жизни. Там он не так давно случился, где-то в районе двух лет назад. Вот. Поэтому мой призыв быть очень внимательными к выбору запчастей, да. Ну, естественно, если мы используем оригинальные запчасти, то тогда дилер и компания-производитель, мы можем, соответственно, нести ответственность за те запчасти, которые мы поставляем. Да, мы об этом чуть-чуть позже поговорим с другим спикером. Я просто хочу еще нашим зрителям сказать, что мы, конечно, сравнили, да, и вот цена оригинального фильтра Volvo по сравнению с ценой нового двигателя, так как ремонт был не гарантийным, это всего лишь 0,15, 0,15% от цены двигателя. Ну, давайте, тогда я еще отвечу на вопросики, пока у нас идут. Масляная ванна, да, то есть если машина работает в очень запыленных условиях, естественно, мы рекомендуем устанавливать эту опцию. Она тоже продлевает срок службы машины, да, и, скажем так, уменьшает время простоя машины даже просто на очистку вот этих воздушных фильтров. Плюс ко всему при очистке воздушного фильтра есть риск того, что фильтрующий элемент порвется, да, надо обязательно после очистки осматривать на наличие дефектов воздушных фильтров. И, ну, скажем так, эта история повторится, поэтому действительно опция масляной ванны, она позволяет предохранить, можно сказать, вот подобные ситуации, да, и продлить срок службы двигателя. Так, у нас еще есть вопрос про новые фильтра. И по фильтра ИОН. Фильтра ИОН рекомендуется использовать только на самосвалах, то есть их можно устанавливать на экскаватор, но, как бы, официального, то есть такого разрешения у нас нет. И вообще про новые фильтра, да, то есть у нас сейчас меняется линейка воздушных фильтров, то есть и действительно будут новые фильтра. Обращайтесь к дилерам, то есть они вам подскажут, в каком стадии, то есть там заказы этих фильтров, как что переходить, но, в принципе, это будет актуально только для новых машин. Саша, еще был вопрос, комментарий про качество запчастей Реман, но я думаю, мы это лучше Олегу переадрисуем или как? Ну, давайте начну я, то есть ему, наверное, слово Олегу передадим. Если есть какие-то обращения по потере качества, обращайтесь к дилеру, дилер будет рапортовать нам, соответственно, мы следим за этими моментами, то есть если действительно есть какая-то тенденция к ухудшению качества, мы готовы начать процесс по, скажем так, рапортованию на заводы Реман, на качество и уверен, если такая проблема присутствует, то мы ее решим. А так, в целом, то есть, как вы уже знаете, да, то есть компоненты Реман, они имеют абсолютно ту же самую гарантию, что и любые другие новые запчасти, да, но так как это восстановленный компонент, то его стоимость значительно дешевле, чем стоимость нового компонента, но при этом, еще раз повторюсь, все гарантии, все гарантийные обязательства точно такие же, как и на новые компоненты. Так, ну, я так понимаю, вопросов пока больше нету, да, и давайте, наверное, тогда, Вик, подключать Олега в плане его рассказов про Реман и его части данного семинара и презентации нашей. Да, Саша, спасибо большое, с вами был в эфире Александр Штин, наш международный технический эксперт, который рассказал про случай неприятности с установкой неоригинального фильтра. Спасибо, спасибо. Итак, небольшая пауза, сейчас я подключу нашего следующего спикера. Олег, добрый день. Слышно, видно. Да, да, зрители, дорогие, поставьте, пожалуйста, плюсик, как слышно, видно. С нами на связи сегодня наш второй спикер Олег Шередешов. Олег является руководителем по послепродажному обслуживанию компании Volvo CE. И Олег нам немножечко сегодня расскажет про вообще принцип, я бы сказала, работы Volvo, да, со запасными частями, про основные условия. Вот у нас есть такая первая картинка забавная, где вместо фильтра стаканчик с фильтром для кофе. Да, Олег, спасибо, ты немножко поспешила, но лучше рано, чтобы все увидели. Саша, тебе отдельное спасибо за хороший пример с двигательным фильтром, потому что, мне кажется, основным тезисом сегодняшнего моей речи будет покупать дорого, выгодно. Как это ни странно звучит, но это так. Давайте разберемся, почему. Когда мы говорим оригинал и неоригинал, мы часто сравниваем только цену на запчасть. Но забываем, что за этой ценой стоят другие расходы, в случае выхода ее из строя. Это и сервис, это простые машины, это КТГ и прочее, прочее, прочее. Чем оригинал лучше неоригинала? Я не буду далеко рассекаться, долго обсуждать. Я тезисную уже на первый взгляд. Это выпуск запчасти, компонентов в полном соответствии с техническим регламентом и документацией данной машины. Это, в свою очередь, дает нам оптимальную характеристику эксплуатации машины и данной детали, что, в свою очередь, дает риск, минимальный риск выхода из строя. И поэтому мы, как бренд, как производитель, даем гарантию на запчасть, на компонент два года. Два года с момента покупки. В зависимости от рынка, это ограничение бывает от 6 до 8 тысяч муточасов. Но еще раз прошу вас обращаться к своему дилеру, чтобы уточнить детали. Но два года – это железно. Мне кажется, немало. Далее. Вы, когда покупаете оригинальную запчасть, вы не просто покупаете деталь как таковой, вы покупаете надежность, вы покупаете качество, вы покупаете безопасность. А для вас, мне кажется, как для оператора, для собственника машины, это не менее важно, чем стоимость запчасти на коротком плече. То есть сейчас вы можете сэкономить какую-то копеечку. Посмотрите то, что, например, сделал нам Александр. Какие расходы вы можете понести, сэкономив сейчас несколько рублей. Да, неоригинал бывает качественным. Но опять-таки за нашим, за брендовым оригиналом стоит работа сотен инженеров, разработчиков по всему миру. Гигантские наработки, траты на развитие, на обработку, на изучение возможных неисправностей. И неисправности с ними происходят как таковые. Мы запрашиваем у дилера узлы и агрегаты. Распиливаем, разбираем их до винтика. И именно поэтому наши запчасти, они и должны, и могут стоить дороже. Потому что вы платите не просто как за железку. Это будет неправильно, потому что современные машины, это высокотехнологичные и умные узлы и агрегаты. Это не просто кусок металла. Вы покупаете бренд, вы покупаете качество, надежность. Если будет интересно, могу объяснить, почему оригинал стоит дороже неоригинала. Но на самом деле вот перед эфиром задумался, а почему часто неоригиналы говорят почти как оригинал. То есть даже они тянутся к оригиналу. Если бы они считали себя и были на самом деле лучше, то не было бы никакого сравнения почти как оригинал. Все равно брендовые запчасти, на которые тратят пользователи много денег и много усилий, должны стоить дороже. Ну и не забывайте про гарантию, которую дилер, имея в своем арсенале знания, навыки, инструменты, которыми бренд снабжает его, и он сам вкладывается в постоянное повышение компетенции своих сотрудников, вам обеспечит. В случае проблем, поломок, не дай бог, такое бывает в жизни, конечно, дилер всегда придет на помощь своими инженерами, сервисными машинами и оборудованием. И еще раз, главное, вы покупаете ни запчасть, ни железку, как таковую безопасность, надежность того, что ваша машина будет работать так, как вам нужно, тогда, как вам нужно, и вы не будете тратить свои деньги на ремонт на простой и прочее, прочее. Вот, пожалуй, все. Если есть какие-то вопросы, я вас внимательно буду выслушивать и смотреть комментарии, но пока вы пишете, хотел поделиться. Видимо, у каждого в жизни был опыт использования неоригинала. Все мы люди, все мы пытаемся сэкономить. Я вот, например, попал недавно на дворники, на машине своей. Думаю, куплю хорошие, известные фирмы, есть такая стиральная машина даже на букву «Б». Думаю, почти как оригинальные. И вот недавно в Москве начались морозы небольшие, пока минус один, минус два, какая-то слякоть. Эти дворники задубели и не чистят совсем. Я пропил все на свете, поехал и купил оригинальные. Это примеры жизни не потому, что я такой прям патриот. Ну, это факт. Что маемо, то маемо. Ну, у нас пока, я как вижу, нет вопросов. Но, дорогие зрители, вы можете сформулировать, если у кого-то еще нет вопросов. На самом деле у нас есть еще для вас с Олегом небольшой сюрприз, розыгрыш. Будут вопросы от Олега на тематику запчастей. Но сейчас для наглядности, да, первый пример у нас с вами был с экскаваторами. Есть продукт другого, так сказать, типа. Есть асфальт-укладчик. И у нас есть дилер спецевротех, официальный наш дилер Республики Беларусь. Они подготовили пример с этой машиной. Поэтому мы тогда с Олегом ненадолго попрощаемся. Подключим сейчас Тимура, руководителя по сервисному обслуживанию компании спецевротех. Он нам расскажет про асфальт-укладчик и пример использования неоригинальных зубчастей. А потом вернем Олега, если как раз у кого-то будут вопросы. Олег сможет подытожить, я думаю, ответить на ваши вопросы. И мы проведем наш розыгрыш. Спасибо, Олег. Я тебя временно отключаю. Так, небольшая техническая пауза. Мы выводим компанию спецевротех. Доброе утро. Добрый день. Добрый день, Тимур. Слышно меня? Тимур, а можно попросить маску снять? Я думаю, что у нас сейчас, так как ты один на улице, ничего страшного не будет, а звук станет гораздо лучше. Так, и наушник. Ничего страшного, так бывает. Мы подождем, пока наушник обратно подключится. Это прямой эфир, дорогие зрители. Нет, видимо, наушник еще не подключился. Тест-тест. Раз, два, три, слышно? Отлично, да, слышно. Итак, дорогие зрители, напоминаю, что сегодня с нами также на связи наш дилер, компания спецевротех Тимур, руководитель по сервисному обслуживанию у нашего официального дилера в Республике Беларусь, компания спецевротех. И, собственно, у спецевротеха очень обширный опыт по нашему замечательному продукту асфальтоукладчикам. И Тимур сегодня поделится своим наглядным примером по использованию неоригинальных запчастей на этой машине. Правильно, Тимур? Да, спасибо, Виктория. Хотели бы рассказать вам о асфальтоукладчике P7820D и конкретно о выглаживающих плитах с электрообогревом. Можете примерно посмотреть, где находятся данные ТЭНы. Электрообогрев плиты – это немаловажная часть асфальтоукладки. При асфальтоукладке очень важно, чтобы все работало, и в том числе и обогрев в исправном был состоянии, так как это напрямую влияет и на качество слоя, и на толщину его. Вашему вниманию хотим представить ТЭНы от плиты с электрообогревом. Это электротЭНы. Есть у нас оригинальный ТЭН, вот он и есть неоригинальный. В первую очередь, отличительной особенностью неоригинального ТЭНа является то, что у него подвод кабеля более высокий, чем на оригинальном. То есть при монтаже, если можно посмотреть на схеме, ТЭН монтируется в выглаживающую плиту через технологический лючок. И чтобы поместить туда ТЭН, он должен соответствовать размерам. Вот этот ТЭН, он гораздо, ну, немного больше, вот. И поэтому очень проблематично будет его поменять, если выйдет ТЭН из строя. То есть он просто-напросто не поместится в технологическое отверстие. Придется тогда, ну, заказчику снимать полностью всю выглаживающую плиту, чтобы его поменять. Вот, также напомню, что ТЭНы работают в такой агрессивной среде, то есть они стоят в выглаживающей плите. Вот, там высокие температуры, то есть порядка 130 примерно градусов, может быть, и больше при асфальтоукладке должно быть. Также там вибрационные нагрузки различные есть. Поэтому очень важно, чтобы был качественный кабель. Вот, на неоригинальном ТЭНе мы видим, что кабель такой более грубый, более толстый, что, опять же, затрудняет его вот в монтажную коробку, вот, через кабельный канал. То есть его очень проблематично будет, опять же, установить на асфальтоукладчик при замене. Вот, оригинальный ТЭН Вольво имеет более тонкий кабель, причем он гораздо гибче, что, опять же, немаловажно, когда ТЭН стоит, допустим, ну, напомню, что ТЭНы у нас стоят как в основной плите, так же ТЭНы стоят и в каждом трамбующем брусе. Вот, трамбующий брус, он движется, он возвратно-поступательное движение совершает при работе, то есть когда он установлен в трамбователе, вот, поэтому кабель должен быть гибкий, потому что он совершает постоянно вот такие возвратно-поступательные движения. Неоригинальный кабель гораздо быстрее выйдет из строя, вот, поэтому придется его чаще менять, как минимум, вот. Также вот хочу обратить внимание на сам нагревательный элемент, он немного толще, вот, чем ТЭН неоригинальной запасной части. Вот, еще хотел бы коснуться самих выглаживающих плит. Казалось бы, ну, это просто металлическая плита, вот. На самом деле оригинальные плиты Вольво сделаны из высоколигированной стали марки Хардекс. Неоригинальные плиты, ну, соответственно, это в лучшем случае просто углеродистая сталь, вот, что, опять же, повлияет на ее работоспособность, долговечность. Оригинальные плиты Вольво будут работать гораздо дольше неоригинальных. Вот. Также хочу обратить внимание на такую часть выглаживающей плиты, как фрикционная накладка, которая расположена между выглаживающей плитой и трамбующим брусом. Она, как бы, выполняет роль антифрикционной накладки, чтобы трамбующий брус свободно скользил во время возвратно-поступательных движений, во время работы трамбователя, и, соответственно, ну, чтобы была хорошая фрикционная способность у него. Вот. На неоригинальных запасных частях эти накладки выполнены, опять же, из, ну, обычной стали, что может привести к привариванию, скажем так, бруса трамбующего к выглаживающей плите в процессе укладки из-за высокой частоты трения. Вот. Оригинальная же накладка Вольво, она выполнена из, ну, так, латунного специального сплава, и такой риск исключается, то есть приварки бруса к выглаживающей плите. Спасибо, Тимур, но у нас пока не было, не было вопросов. Единственное, что у нас есть победитель первой части конкурса, Mike RV5, вы нам напишите, пожалуйста, в личные сообщения. Он ответил на наш вопрос на внимательность даже до того, как мы его задали, где оригинал, где не оригинал. Если у кого-то есть вопросы по асфальту укладчикам, можете сейчас задать их Тимуру. Если вопросов не последует, то мы поблагодарим Тимура и вернемся тогда к Олегу для еще одного нашего финального розыгрыша. Если у кого-то есть вопросы к Олегу, тоже их, пожалуйста, пишите сразу. Итак, дорогие зрители, если у кого-то есть вопрос, мы буквально еще чуть-чуть ждем, потому что мы знаем, что есть такая небольшая задержка в эфире, в Инстаграм, когда мы ведем прямой эфир. Порядка 30 секунд у нас бывает задержка, и поэтому, чтобы отследить все комментарии, мы ждем. Вот наши подписчики пишут, мой кормилец на фото. Это вы про кого, дорогие подписчики? Про Тимура или все-таки про асфальту укладчик? Так, ну, видимо, у нас вопросов нет. Тимур, большое спасибо, дорогие зрители. Это был Тимур из компании СпецЕвротех, руководитель по сервисному обслуживанию с примером о неоригинальных запасных частях, установленных на асфальту укладчик, и рассказываем о возможных последствиях. Тимур, спасибо. Спасибо, коллеги, до свидания. Так, и мы сейчас с вами вернем в эфир Олега. Я надеюсь, все успешно получится. Собственно, все полезные примеры мы вам уже рассказали, поэтому можно переходить к приятной части. Если у Олега будут какие-то... Если к Олегу есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, сейчас самое время задать общие вопросы, которые у вас могли возникнуть во время эфира. Если вопросов нет, то можем перейти, наоборот, нашему вопросу к зрителям. Переходим. Сегодня просто какой-то у нас водопад подарков и конкурсов. У нас сегодня, на самом деле, тема, которая новая. Тема, наверное, всем очень актуальна, но мы ее еще ни разу не рассматривали. Мы говорили про поломки в экскаваторах, про нештатные ситуации, которые могут возникать, и про действия операторов, которые оператор в этот момент должен совершить. Но вот именно про то, что бывает, если установлена неоригинальная запчасть, мы говорим впервые. И так как это будет у нас такая целая серия, планируется примеров и постов, я думаю, что много подарков в данном случае это хорошо, потому что зрители наши будут внимательны, будут смотреть на наши эфиры, будут следить за нашими постами, а мы непременно будем еще просто в наших постах проводить розыгрыши. Поэтому если вы не подписаны еще на нашу страничку, если вы у нас впервые, пожалуйста, подписывайтесь, потому что розыгрыши мы проводим регулярно, различные конкурсы. И в течение ближайших месяцев тоже будут разные конкурсы, в том числе о запчастях. Да, уже есть один внимательный, вот нам подписчик пишет, но это еще не все. У нас вот сейчас от Олега будет еще один конкурс. Ну, давайте, не будем томить, чтобы осталось время на ответы. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете, гарантия, я озвучил на запчасти два года, есть ограничения по мотору часам на машину, год, как правило, тоже с неким ограничением. Всегда ли есть гарантия? Или даже, скажем так, чтобы было проще предмещать, в каких случаях нет гарантии, нет размещения по гарантии от производителя? На какие запчасти и по каким причинам? Вопрос не то, чтобы сложный, но такой, с подковыркой. Потому что все обещают, гарантия всегда, гарантия всегда. Да, она всегда, но, всегда есть но. Всегда есть золотые исключения из правил. Да, к сожалению, куда без них. Мы сейчас ждем, потому что опять-таки у Инстаграма бывает небольшая задержка. У нас зритель из Индонезии. Я вот не знаю, насколько он по-русски понял наш вопрос. Физическое повреждение. Что вы имеете в виду под физическим повреждением? Пожар и утопленник. Да, вот я вижу правильный ответ. Один из правильных ответов Майк РБ-5. У нас сегодня он победитель, он забирает все возможности. Видимо, человек, наверное, все-таки работает с асфальт-укладчиками, я так подозреваю. Потому что на предыдущем мы не успели задать вопросы, он уже нам написал в комментариях. В общем, Майк, мы вас поздравляем. Напишите нам, пожалуйста, в наш аккаунт, как с вами связаться, ваш адрес и два подарка, два приза у Индонезии. Можно еще вопрос. А если мы хотим подарить больше подарков, это возможно? Вот, например, я вижу сегодня правильный ответ физическое повреждение. Это тоже как-то причина бывает отказа гарантии. Или это исключение? Это не исключение, но раз это автомаркет поддержка, то возможно. Хорошо, сегодня мы подарим три подарка. Спасибо большое. Все, дорогие зрители, спасибо вам за внимательность. Сегодня у нас, на самом деле, уникальный по щедрости эфир, потому что мы дарим три подарка. У нас сегодня уникальный эфир, потому что мы впервые подняли эту тему. Я надеюсь, она вам интересна. Если интересно, мы очень ждем вашей обратной связи. Мы выложим этот эфир в записи. Оставляйте ваши комментарии, оставляйте ваши вопросы под постом. И в том числе, если у вас есть пожелания по каким-то другим эфирам, по, возможно, продолжению этой тематики, вы пишите. Мы обязательно, обязательно постараемся сделать эфир, который будет вам интересен. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо вам. Всего вам хорошего. Всего доброго. Хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok